В эфире телеканал Лоба информационная программа студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. По ино-патриотическому месячнику Дан Старт торжественное открытие краевоакции состоялось в день образования войсковой части 3219. Православные лобинцы отметили крещение Господня. После праздничного богослужения они совершили крестный ход к реке Лоба, чтобы окунуться в освященную воду. 92-ю годовщину со дня образования отметила войсковая часть 3219. Она является одной из старейших воинских частей внутренних войск МВД России. Полк славится боевыми заслугами перед Отечеством. Подвиги военнослужащих являются примером для молодежи. Вот и в день рождения в час пришли десятки школьников, чтобы поздравить личный состав и познакомиться с армейской жизнью. 19 января в районе торжественно открыли краевой месячник военно-патриотической работы. 19 января для личного состава войсковой части 3219 – особый день. День образования части. По этому случаю, надев свою парадную форму, солдаты и офицеры построились на плацу. Поздравить военнослужащих пришли представители района администрации, сотрудники отдела МВД, руководители общественных организаций, а также молодежь. В этом году воинскому подразделению исполнилось 92 года. Героическая история полка отличается примерами мужества и доблести личного состава, которые со дня своего образования активно принимают участие во всех важных событиях, происходящих на территории нашей страны и за ее пределами. На всех этапах военнослужащие верно служили Отечеству и Закону, с честью выполняли и выполняли свой долг перед Родиной и народом. За годы существования наша часть была награждена Орденом Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа, почетным вымпиным министром внутренних дел СССР, почетной грамотой министром внутренних дел России, памятным знаком главнокомандующего. Более 400 военнослужащих награждены государственными наградами. Со словами поздравления к личному составу обратился замглавы администрации Игорь Юренко. В своем выступлении он отметил, что часть славится боевыми заслугами перед Отечеством. Здесь служат отважные парни, которые являются примером для молодежи. Уже традиционно в Лобинском районе в день образования части торжественно открывается краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Месячник проводится по постановлению губернатора с 23 января по 23 февраля. Но у нас в Лобинске традиционно начинается 19-го. Почему? Потому что 19-го очередную годовщину со дня создания празднует одна из старейших частей в Российской Федерации. И сегодня мы отмечаем 92 года со дня образования воинской части 32-19. Эта часть имеет огромный боевой путь, у нее много героев. И сегодня она продолжает защищать рубежи нашей Родины. Поэтому сегодня мы поздравляем всех с началом месячника военно-патриотической работы в Лобинском районе, с большим праздником, с днем рождения воинской части. Солдаты продолжают приумножать славные традиции русских воинов. Пятеро военнослужащих стали героями Советского Союза. Двоим присвоено звание Герой России. И столько же навечно зачислены в списке войсковой части. В честь одного из них, лейтенанта Киселева, геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей, названа улица в Лобинске. На подвигах этих солдат нужно воспитывать нынешнюю молодежь, считает ветеран войсковой части Алексей Мишуров. Сегодня на открытие нашего праздника приглашены учащиеся школы города Лобинска. Для чего? Для того, чтобы молодежь видела и знала, и еще больше любила нашу армию. Военно-патриотическая работа имеет большое значение, потому что с детства закаляется любовь к родине, любовь к отечеству, любовь к вооруженным силам Российской Федерации. Поэтому мы стараемся как можно больше привлекать молодое пополнение для вот таких торжественных мероприятий. С годовщиной образования войсковой части поздравил начальник отдела МВД по Лобинскому району Юрий Галота. Свою жизнь вы посвятили трудной, порой опасной, но такой благодарной службе, направленной на защиту и сохранение территориальной стоимости страны. Примите слова искренней благодарности за истинный патриотизм, верность службы отечеству, поддержку и трудолюбие источник, которую вы проявляете, выполняя поставленные государственные задачи. За образцовое выполнение служебных обязанностей, дисциплинированность, высокие показатели боевой подготовки отличившимся офицерам и бойцам вручили грамоты. По традиции в этот же день военнослужащие возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам, расположенному на территории части. Крещенские купания в Лобинском районе состоялись. На праздничной службе в Свято-Успенском кафедральном соборе собрались сотни православных. После богослужения основная масса верующих отправилась на Лобу, где каждый смог окунуться в освященную воду. Тему продолжит Татьяна Щукина. 19 января православные отметили крещение Господне. Этот праздник один из самых почитаемых. С утра у Свято-Успенского кафедрального собора стали собираться верующие. На богослужении присутствовали сотни жителей и гостей Лобинского района. Праздничную службу провел благочинный церквей Лобинского округа отец Александр Мудрик. Многие верующие принесли в храм воду. Считается, что после обряда освящения она приобретает целебные свойства. Далее участники крестного хода отправились на Лобу, где накануне создали все условия для того, чтобы крещенские купания прошли по всем правилам и без происшествий. Подготовили удобный спуск к реке, трапы для схождения в воду, палатки для обогрева и переодевания, горячий чай. Во избежание несчастных случаев на берегу и в воде дежурили спасатели. Полицейские и медики также были на чеку. Организация, как всегда, на высоте. Священнослужители совершили обряд освящения воды. Одним из первых верующих с праздником поздравил отец Александр. Я хотел бы пожелать нашим жителям действительно обновиться, действительно задуматься не только в большей степени о материальной стороне, и не жаловаться на жизнь, как мы порой сейчас это очень слышим от людей. Потому что мы все это сами творим. Ибо есть такая некая притча, когда собрались люди в пустыне, все недовольны, что воины, что убивают, грабят их. Они вот все стали и начали молиться. Господи, что, почему так все происходит, почему так плохо, почему так это? Господь им говорит, вам это не нравится? Они, нет, не нравится. Если не нравится, то не делайте. Сам человек, вот, к сожалению, ему это не нравится, но он делает. И дай Бог, чтобы я пожелал бы, что всем нашим жителям, кто нас будет слушать, кто приходит в храмы, чтобы они обновились и изменили. Прежде всего, не старались, что это что-то произойдет, изменения без их участия, а чтобы они непосредственно принимали в участие изменения в своей собственной жизни. А если собственная жизнь изменится, то она изменится в обществе и в нашем государстве в целом. С праздником вас всех! Храни вас Господь! Доброго здоровья! После освещения воды каждый смог искупаться. Желающих оказалось очень много. Людей не пугал ни накрапывающий дождь, ни температура воды менее 5 градусов. Очень хорошая вода, мне очень понравилось. Большое спасибо, что так все организовано, все хорошо. Я думаю, что этот год будет удачный для всех. Всем здоровья, счастья! Очень классно, вот так. Вот. Не холодно, ничего вообще. Это святой праздник, ну грех не скупаться, вы что. Первый раз кушаетесь? Нет, уже не первый. Ну, уже года три, наверное, купаюсь подряд. Ну и не болеете ничего? Нет. Холодно чуть-чуть. Ну понравилось? Да. Как лодичка? Теплая, душевная. По-нашему, по-христиански, каждый год мы сюда ходим на лаву, соблюдаем традиции. Сколько лет уже купаетесь? Лет 7-8. Как сознательно вошел в веру, так и купаюсь. Господь крестился. И мы также, православные все, в детстве всех, нас в младенчестве крестили. Муж мой крещённый, родился здесь, родители его здесь выросли. Сейчас идёт, переодевается. Бывает, что и три раза пройдёт, трижды обкупнётся. Каждый год хожу купаться, здоровья прибавляется. И все хрепостяне ходят. Обычно у нас это как было заведено. Здоровья прибавляется отлично. Отец купался. И дед здесь плавал тоже. Но раньше лоба не такая была. Проруби прям делали, лёд, потому что был по полметра. И плоты гоняли по лобе. Ну а сейчас тоже нормально. Мы каждый год ходим. Ну интересно накупаться, что-то боимся. Холодно, страшно. Во всех праздничных мероприятиях приняли участие первые лица района и города. Они также поздравили православных с праздником. Сегодня хочется сказать вот такие добрые слова нашим землякам. Было очень много людей и на службе, и на водосвятие. И вот прошли крестным ходом. Очень много людей после молитвы пошли искупались в лобе, как в Иордане. Поэтому это добрый, прекрасный праздник для православных. Хотелось сегодня всех поздравить. Пожелать самое главное здоровья, доброго настроения. Пожелать, чтобы в нашей жизни было больше и лучше перемен. Сказать добрые слова и поблагодарить священнослужителей. Они очень много сделали для организации этого праздника. Нужно сказать добрые слова также в адрес городской администрации. Подготовили это замечательное место. Уже это традиция. Вот мы сегодня вспоминали, что на крещении когда-то около храма собиралось, ну, десятка два человек. А сегодня, вы смотрите, ведь, по сути дела, церковный двор не мог уместить всех желающих, кто пришел. Это говорит о том, что люди приобщаются к вере, превращаются к доброму, к хорошему. И вот с этим хочется людей поздравить и пожелать всего самого-самого доброго. Дорогие земляки, горожане, под всей души, от администрации, от себя лично, поздравляю вас с этим святым праздником, крещения Господня. Пусть в ваш дом придет удача, достаток. Будьте здоровы, всего вам доброго. И чтобы наш город был самым лучшим городом на земле. С праздником вас, дорогие земляки. Татьяна Щугина, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Это все новости на сегодня. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Берековой. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин